МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем о задержании в Казани мужчину с женщиной, подозреваемых в распространении наркотиков. А вот давай его сфотографируем, просто обхививайся туда. А также кража со взломом. Получается, пошли по следу, два человека, два было следа, и вышли к адресу. Двух молодых людей заподозрили в серии краж из торговых точек. Это и не только. Прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустя два с половиной года дело о смертельном наезде молодого водителя на марке на 71-летнего гребняка только вышедшего из леса дошло до суда. Вину подсудимый признал сразу, прямо на месте ДТП. Он в два раза превысил скорость и не справился с управлением. Но все это время его сторона не могла договориться с сыном погибшего мужчины о сумме компенсации. Сначала денег пострадавший брать не хотел вообще, потом передумал, но сумма, которую может выплатить обвиняемый, его не устраивает. У нас около 300 тысяч рублей есть, мы готовы сейчас ему отдать и все войдет. Возместить моральный ущерб страна защиты пыталась и раньше. Потерпевшему уже переводили 300 тысяч рублей, но он вернул их обратно. Говорил, деньги за гибель отца ему не нужны. Теперь точку зрения немного поменял. Деньги готов взять и назвал приемлемую для себя сумму. Вообще отказывается. Вообще отказывается. В конечном итоге вариант возмещения запрашиваемой суммы морального ущерба по частям потерпевшего не устроил. Сейчас он просит 2 миллиона сразу. Считает, это адекватная компенсация за пережитое горе. А добровольное возмещение морального и материального ущерба может сильно отразиться на приговоре суда. В таком случае он может быть куда мягче, чем без компенсации признания вины и раскаяния. В сентябре 2020 года отец признанного потерпевшим мужчины пошел за грибами, но домой уже не вернулся. Стал случайной жертвой 19-летнего водителя Шевроле Лачетти, который не справился с управлением и вылетел с дороги. Скорость автомобиля была как минимум вдвое выше разрешенных на этом участке 40 км в час. Машину занесло. С другом ехали на машине. Четвертая скорость. 80-100 км в час. В поворот начали не вписываться. Начал по тормозам давать. Тормозить было уже поздно. Автомобиль закрутило. Он несколько раз перевернулся и вылетел с дороги. 71-летний мужчина в этот момент как раз вышел из леса на опушку. Ни водитель, ни его пассажир серьезно не пострадали. Грибник от полученных травм скончался на месте. Он только из леса выходил, да, вроде как. Я особо его не видел, я смотрел вперед, потому что мне надо было выровнять руль, пытаться. Как и с кем я ехал. Он сказал то, что мы сбили его, когда уже переворачивались. Спустя два с половиной года после наезда состоялось первое судебное заседание по этому делу. Его рассматривали в особом порядке. Подсудимый полностью признал вину еще на месте, сразу после аварии. Была вероятность, что сразу же огласят и приговор подсудимому. Однако этого не произошло. И заседание отложили до 13 марта. Рабиль Шайдуль, Анжелика Степанова, Максим Липин. Вызов 112. В Лениногорске спасатели освободили двухлетнюю девочку из плена детского горшка, в который она попала. Она просунула голову в стульчик и не могла сама вытащить ее обратно. Тщетные оказались и попытки родителей освободить ребенка, после чего они вызвали спасателей, которые с помощью слесарного инструмента освободили голову ребенка. Девочка не пострадала. А в Казани 10-летняя девочка захотела примерить кольцо, которое, видимо, было ей мало. Надеть его она смогла, а вот снять уже не получилось. Палец распух и стал синеть. Справиться с проблемой удалось только спасателям. Они, опять же, с помощью слесарного инструмента и подручных средств разрезали кольцо и освободили палец ребенка. Мужчину и женщину обоим по 36 лет задержали полицейские на улице Парковая по подозрению в распространении наркотиков. Стражи порядка получили информацию, что пара занялась криминальным бизнесом. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и обнаружили тайник со свертком, обмотанным серым скотчем. В нем, предположительно, находились запрещенные вещества. А вот давай вот сфотографируем, просто опчевет. Вещество изъяли и направили на экспертизу. Исследование установило, что в свертке находилось 90 граммов синтетического наркотика мефедрон. Задержанные не отрицали, что имеют к нему непосредственное отношение. На допросе задержанные признали, что приобрели синтетические наркотики с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом. В настоящее время в отделе полиции Дербышки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного. Частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на незаконное производство сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемые по решению суда заключены под стражу. Если суд признает их виновными, им может грозить до 15 лет лишения свободы. Обо всех своих подозрениях в распространении и торговле наркотиками можно сообщать в полицию, в том числе и анонимно. С 13 по 24 марта в Казани будет проходить первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков. Управление МВД России по городу Казани напоминает обо всех фактах сбыта наркотиков, либо их немедицинского употребления, можно сообщить в полицию по телефону 291-48-21, дежурная часть 291-2002, телефон доверия МВД по республике Татарстан, либо по номерам 02-020 с мобильного, 052 анонимно. 45-летний житель Елабуги лишился больше 800 тысяч рублей, 750 из которых были взяты в кредит. История обмана началась с телефонного звонка. Неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются перевести деньги с его счета. И чтобы защитить средства, нужно установить на телефон защитную программу и скинул на нее ссылку. После ее установки деньги со счетом мужчины пропали, но уже сотрудник банка уверил, что все в порядке, и они в безопасном месте и скоро вернутся обратно. А уже другой сотрудник, уже якобы кредитного отдела, сообщил, что на него оформлен кредит. Мужчина проверил приложение банка и убедился, что это правда, и уже полностью доверял звонившим. По их инструкции он в течение нескольких дней с различных банкоматов перевел неустановленным по колицам 750 взятых в кредит тысяч рублей. Он понял, что стал жертвой обмана, когда лишился всего и еще остался должен. Он обратился в полицию, и стражи порядка выяснили, что якобы защитная программа, которую он сам установил на телефон, открывает к нему удаленный доступ. Именно так злоумышленники и смогли похитить его деньги и взять от его имени кредит. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Двое уроженцев Камских полян были задержаны сотрудниками Росгвардии по подозрению в незаконном проникновении и краже из сетевого магазина в Нижнекамске. Около трех часов утра сработала охранная сигнализация. По тревоге на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и увидели, что стеклянная дверь в торговый зал разбита. Окна магазина разбиты, видимо, каким-то тяжелым предметом. Налетчики действовали быстро. К приезду стражи порядка их в торговом зале уже не было. Прибывший на место администратор быстро установил – касса взломана, деньги пропали. Исчезли и четыре бутылки с дорогостоящими алкогольными напитками. У них охранная сигнализация под ЧОПом была. ЧОП прибыл на место, получается, и они охраняли место происшествия, а мы уже на отработку района направились. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили приметы налетчиков, а вскоре и установили их личности. Подозрения в краже пали на двух молодых людей 18 и 25 лет – уроженцев Камских полян. Они полицейским и росгвардейцам были хорошо знакомы. Их уже задерживали и доставляли в отдел полиции за такое преступление. Решив, что далеко они уйти не могли, стражи порядка отправились проверять соседние дворы. Мы, получается, пошли по следу. Два человека, два было следа, и вышли к адресу, где они находились. Там их и задержали, и передали в руки полиции. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное у них изъяли, а вот денег у молодых людей уже не было. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Алия Харудинова, Денис Макаров, Булат Абдульманов, Вызов 112. Конфликт между двумя покупателями вспыхнул в одном из круглосуточных магазинов на улице Портовая в Казани. Нетрезвый мужчина сидел на ступеньках, ведущих в торговый зал, и стал приставать к 22-летнему молодому человеку, который шел за покупками, и требовать у него деньги на такси. Между ними возник конфликт, и чтобы его предотвратить, продавец вызвала правоохранительные органы. На место тут же прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин